Всем привет! В этом видео покажу книги из серии «Вот такие истории» от издательского дома Мещелькова. Эти книги предназначены для детей младшего школьного возраста. Они все написаны современными авторами и проиллюстрированы современными художниками, на современные, актуальные для детей темы. То есть классика это, конечно, здорово, но также, я думаю, детям интересно почитать про таких же детей, как они сами, то есть в современных реалиях, чтобы происходили события. Здесь книги все разных жанров, то есть тут и повести, и фантастика. Книжки я собирала, покупала потихоньку, ну, в течение года. Купила, в принципе, уже все, что хотела купить из этой серии. Так, мне очень нравится формат у этой серии, то есть книги удобного формата. Хорошо ложатся в руку, достаточно такие небольшие, маленькие. Ребенку будет удобно читать, везде красивые иллюстрации сделаны разными художниками, и шрифт удобный. Итак, давайте начну. И хочу сделать такое еще, скажем, заявление, что тут книги, они заявлены на детей. И есть вот такие книги, которые мне не очень понравились. А есть те, которые понравились. И все-таки мое мнение взрослого человека, возможно, здесь не очень актуально, потому что изначально эти книги рассчитаны на детей. Мне кажется, что все эти книги детям понравятся. И здорово, что можно предложить ребенку разные стили и разных авторов. И учитывая, что цены здесь были, ну, небольшие за книги, я, в общем-то, довольна этой коллекцией и этой серией. И вообще, издательский дом Мещерякова мне нравится, вызывает доверие, поэтому я вот не боялась покупать даже те книги, которые, я думала, мне не понравятся. Ну, начну. Раз уж остановились на книге коробочка, с нее и начну. Юлия Лаврящина, коробочка. Значит, здесь девочка по имени Ксюша, она расстроилась тем, что получила двойку по технологии и сказали, что руки у нее не оттуда растут. И вот она так расстроилась, что решила, что домой не вернется. И пошла она не домой, а куда-то вглубь парка и представила, что будет жить в коробочке. Домой не вернется уже. Вот. А вообще, в принципе, наверное, у детей такое иногда бывает, что они могут так вот из мохи слона сделать, то есть из какой-то там мелочи, типа двойки по технологии. Они прям могут там подумать про побег из дома, ну или что-то такое серьезное, замыслить. И так, значит, она убежала там вглубь парка, куда-то в лес, легла на траву и посмотрела на небо, увидела вот облачко в виде собаки и побежала за ним. И это облачко привело ее в коробочке. Как раз такое, которое она себе представляла, где она будет жить и домой не будет возвращаться. Ну, в коробочке оказались щенки. Они были мертвы, только один был живой. И Юля решила, ой, Ксюша решила жить уже ради этого щеночка. Она то есть забыла о всех своих проблемах. Она взяла его, прижала к себе. И, конечно же, закончилось тем, что они пошли домой. Вот. То есть такая вот история. Не могу сказать, что я от нее прям очень в восторге. Но, мне кажется, детям будет интересно прочитать. Волшебные туфли. Тоже такая достаточно простая история, достаточно классическая о том, что врать нехорошо. Вот. Мне не очень-то она понравилась. Но книга с хорошими отзывами достаточно. И вообще она в целом неплохая. Тут, значит, кстати, многие книги, у них местодействие какие-то деревни. Ну, так вот мальчик приехал в деревню в кроссовках, которые типа сами порвались. Хотя он их сам порвал, потому что они были... Они ему не нравились. Они были розовыми и золотыми. Ну, дальше все сложилось так, что врать нехорошо. И он это понял. Планета Ундер. Значит, эту книгу я долго думала брать или нет. Но решила за 40 рублей уж возьму. Отзывы у нее были не очень. Называется это «Фантастический рассказ». Значит, дети проснулись на космическом судне и поняли, что они одни, взрослых нет. Изначально они попали на это судно, просто пришли в гости к дедушке, который там занимается, вот, дедушка, изучением растительности на планете Ундер. В общем, они проснулись, взрослых нету. Есть растения, которые все подбираются к ним ближе, и у них никак не получалось с ним справиться. И в итоге они все-таки справились. Можно сказать, загипнотизировали это растение. То есть оно перестало расти. Через... Получается, по-плохому не получилось, но по-хорошему получилось справиться. И в итоге потом оказалось, что взрослые, они там пили что-то накануне, а дети не пили, и взрослые уменьшились. И потом, когда уже действие этого алкоголя, как я поняла, развеялось, они уже выросли. Ну, а дети уже давно решили проблему с этим растением. И вот такая своеобразная история. Но я говорю, что она не очень-то... Ну, то есть нормально, она неплохая. То есть не могу согласиться с плохими отзывами на эту книгу. Нормальная история. Вот, например, «Три истории о первой любви» Ирины Лисовой. Мне не очень понравилось. А отзывы у нее намного лучше. Но, с другой стороны, эти книги тоже будут понятны детям, маленьким, особенно мальчикам. Значит, здесь «Три истории о первой любви». А это «Первой школьной любви». А там, как мальчики дергают девочек за косички. И все вот это вот. Рисуночки, записочки. Ну, мне было неинтересно, честно говоря. Еле там дочитала эту книгу. И, в общем-то, я не знаю, стоит ли ее покупать. Но тема актуальна. Тема актуальна. И книга неплохая. Дальше. Сын тайги. Наталья Ишицкая. Вот у нее были плохие отзывы, а мне она понравилась. Итак, это повесть. Мальчика папа берет с собой в тайгу. Мальчик очень рад ему. Насколько я помню, 8 лет. 8-9 лет. Маленький он еще. Его берут с собой в тайгу. А там на самом деле все серьезно и достаточно опасно. И вот, да, произошел случай, что ночью мальчик захотел в туалет. Никому не сказал и вышел. И прямо вот только он вышел за дверь, как волк на него оскалился. И собачка оказалась рядом, его защитила. И собачка погибла. И, в общем-то, мальчик потом, ну, конечно, там очень переживал. И отец с ним не разговаривал. Потом они шли уже вниз из этой тайги. Мальчик отошел. И его там еще и змея ужалила. В общем, не везет ему. Очнулся он уже в больнице. Но в итоге с отцом они все-таки помирились. И он сказал, с посвящением тебя. Здесь просто интересно, что человек маленький пошел в поход, в тайгу, вокруг опасности. И поставить себя на его место очень интересно. Конечно, тут вопросы к родителям есть. В отзывах писали, да. То есть, что за спрос с такого маленького ребенка. То есть, и почему вот он... Ну, в общем, есть вопросы к родителям к этой книге. Но, мне кажется, у детей вопросов будет меньше. Зеленый глаз совы. Такая, ну, мне это показалось, история скучной, если честно. Ну, так небольшой поход с папой. Одного из мальчишек на археологические раскопки. Взяли с собой они еще и девчонку. Один из мальчиков позвал там. Из-за этого они вначале все не ладили. Но все кончилось хорошо. Ну, такое. Что-то в этом есть, но не очень. Вот «Сыщики» намного лучше книга про школьников современных. Такие вот есть три небольших рассказика, зарисовки. Фамилии повторяются из рассказа в рассказ. Поэтому они связаны между собой. Ну, последний мне понравился больше остальных. Значит, называется «Битва титанов». Где, значит, начинается она так. Почти каждый месяц по всей школе прокатывались волны разных увлечений. И так было влечение борьбы на руках, армрестлинг. И так там был один толстый мальчик в классе, который всех побеждал. Но он для этого ничего не делал. Он просто много ел. Ну, и дохленький такой мальчик один. Он его победил. И он решил, что будет заниматься и покажет потом всем. И он занимался, занимался. В итоге он победил этого толстяка, потому что у него была техника лучше. Он же занимался. И там главный захват тоже. Не только масса тела. Ну, в общем-то, о том, что все возможно. И вот, и внимание получил от интересующей его девочки. Такой вот приз. В общем-то, это хороший посыл в том, что надо добиваться своих целей. И, то есть, теперь мальчик не рассчитывал, что он может когда-нибудь победить этого толстяка. В итоге все возможно. Дальше. Внучка колдуна. Начинается рассказ так. Кажется, родители сошли с ума. Вот так запросто взяли и сняли на все оставшееся лето дом в маленьком поселке у леса. За сотни километров от города. Природа, видите ли, свежий воздух, чистота и благодать. А у Лешки с льей даже не спросили, а нужно ли им такое счастье. И так мальчики попадают в деревню. А потом, в итоге, все оказывается, что это было одной из лучших летних каникул в их жизни. Одной из лучших лет. Лето проведенное. В общем, было хорошее лето. И они собирались потом приезжать еще. Познакомились там с девочкой, которая была такая загадочная. И отец у нее был такой странный. Они подумали, он колдун. Она внучка колдуна. Такие были события, которые это подтверждали. Какие-то такие мистические. Ну, на их вкус, конечно. А в итоге, конечно же, они оказались обычными людьми. И очень подружились. И решили приезжать каждое лето. Дальше. Бума, Бума и Ок. Тоже отзывы были разные. Я думала, брать или нет. А в итоге книга одна из лучших. Вот как раз я подошла к своим любимым книгам. Итак, Бума, Бума и Ок. Это такая вот повесть. Я даже когда покупала, думала, фантастика. Но нет, это повесть. Значит, здесь девочка появилась новая во дворе. И всем сказала, что она с такой-то планеты Бума и Ок. Ну, конечно, это обычная девочка. Но она играла в такую игру необычную, что у нас планеты Бума и Ок. Там у них был кодекс Бума и Ок. Бума и Ок. Бума и Ок делают так-то и так-то. Так-то здороваются. Бум делают лбами. Ну, то есть были какие-то правила. В итоге весь двор уже играл в эту игру. Принимали не всех Бума и Ок. Был у них еще и кодекс, то есть, например, что он не обижает никого и не сидит без дела, ему не бывает скучно. Ну, то есть мне понравилась эта повесть. И ребенка обязательно дам почитать. И может быть дети, ну, дочь, друзья им будут играть в такую игру. Мне кажется, это очень здорово. Ну, и «Три солнечных волоска» – это притчи Александра Киселева. Они такие достаточно грустные, трогательные и лиричные. Мне эта книга понравилась больше остальных, но я не уверена, что дети прям будут в таком же восторге, как я. Мне кажется, скорее им будет интересно почитать что-то другое о своих сверстниках. А здесь прям именно притчи такие, похожие на сказки. Они достаточно грустные, трогательные. Все происходят в разных местах – на севере, у моря, в пустыне. Последняя «Дети моряка» – она такая прям самая сложная для восприятия, мне кажется, будет. Ну, они мне все очень понравились. Они трогают до глубины души. В общем-то, с этой книги началась моя скупка остальных. То есть познакомилась в серии с этой книги. Покупала я их долго достаточно, ну, так потихонечку. И в целом я довольна. Буду предлагать ребенку, когда она подрастет. Вот, рекомендую обратить внимание. Не буду никакую книжку выделять, потому что они все разные. Ну, хотя бы одну, я думаю, стоит купить для знакомства с серией, потому что у них бывает часто акции, там, по 40 рублей за штуку. Ну, почему бы и не взять, мне кажется. Продолжение следует...